Привет, это Новомэльская, и мы продолжаем обустройство вот этой вот ледяной, холодящей планеты. В прошлой серии мы построили вот такой вот замечательный домик. Правда, там нету еще уюта внутри, тут капец как темно. Но зато здесь тепло, как бы одной из двух. Либо тепло, но темно, либо светло, но холодно. Значит, что нам нужно сейчас сделать? Значит, нужно открыть программу обитания, запустить ее, для того, чтобы мы могли исследовать другие постройки и обустроить эту планету. Что же, давай будем ее запускать. Для этого нам потребуется вот этот вот строительный, строительно-исследовательский модуль. Чтобы его сделать, нужна намагниченная ферритная пыль. Точнее, там уже не ферритная пыль, а просто намагниченный феррит. Как его сделать? Для этого нам потребуется очиститель. Вот эта вот бандура, которая всегда нам нужна. Толкаем в него, значит, ферритную пыль. Заливаем топличок. И начинаем. Ну, 230, конечно, это перебор чистого феррита. Давай хотя бы соточку, что ли. Вот, а пока он фигачит, нам нужно будет еще где-то магнит достать, я так полагаю, да? Хотя, навряд ли, он как-то по-другому явно делается. Давай, значит, что? 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 Что ты вырубился? У тебя что, топливо закончилось, что ли? Не понял? Нет, он уже все сделал. Красавчик. Он красавчик просто. Значит, теперь мне нужно что сделать? Поместите чистый феррит в приемник портативного очистителя. А-а-а. Все, оказывается, проще, чем я думал. Берешь чистый феррит, толкаешь его в очиститель, и он сразу превращается у нас в намагниченный. Ха, как это все просто. Ну, давай, делайся. Даже никакой магнит нам не нужен. Здорово. Теперь я хочу врубить визор. Ой, не то включил. И найти что-нибудь интересное. Вот это что такое? Древняя структура данных. О, смотри, засыпанный технический модуль. Давай туда сгоняем. Блин, до него, конечно, далековато идти. Но, в принципе, можно добежать. Не, я, короче, передумал. У меня с температурой проблемы. У меня даже батареек с собой нету. А чтобы сделать батарейки для заряда своего экзокостюма, нужен кобальт. Где-то еще кобальта где-нибудь откопать. Короче, пока искал кобальт, нашел другое место засыпанных технологических модулей. Так что сейчас мы их попробуем раскопать. Посмотрим, что там. Достаем наш бур. И начинаем бурить. В смысле-то не бур. Во! Паш. Хы, откопался. Прикольно. Как он тут интересно выглядит. Давай посмотрим, что внутри. Извлечены данные. И все? И больше ничего? Эй, скукота. Хорошо, что я не пидолил туда, в ту сторону. Похоже, настало время рассказать тебе кое о чем. Lost Ark. Это многопользовательская игра в жанре фэнтези. Создай своего героя и беги развивать его в огромный красивый мир с масштабными сражениями. Бей монстров или соревнуйся с другими игроками. Устал от сражений, займись рыбалкой, охотой, археологией или исследуй морские просторы на своем судне. А если ты не новичок в Lost Ark, то тебя порадует свежее обновление и летний ивент фестиваля Махараки. Пришло время пляжных развлечений на лучшем курорте Акараси. С 20 июля по 24 августа пройдет первая часть летнего события. Вы сможете отправиться в настоящий тропический оазис, где вас будут ждать битвы на водной арене и гонки на Наруни. Не хочешь на пляж? Дуй на новое пвп-поле боя Толхейм. Теперь каждой фракции придется серьезно побраться за шахту Толхейма, чтобы заполучить богатое месторождение кристаллов Сильмуэля. Сражения пройдут в формате 48 на 48 человек. Для участия в битве потребуется пятый уровень фракции и рейтинг снаряжения не ниже 1490. А еще в игру добавили новый класс художницы Кавайная Крошка Йос. Так что переходи по ссылке в описании и врывайся с новым персонажем в летний ивент в Лост Арк. Дальше для исследовательского модуля нам нужны углеродные нанотрубки. Что ж, я надеюсь, что с ними у нас проблем не будут. Нет, у нас будут с ними проблемы, потому что у тебя углерода нет. Углерод мы сейчас знаешь чем. Мы вычиститель сейчас закинем с тобой сжатый углерод. Он же у меня где-то был, где-то был сжатый. Вот сжатый углерод и получим обычный углерод. Правильно же? Правильно. Начать. А, и еще же с топлива можно забрать. А как с топлива зарядить? Нет, я ничего заряжать не хочу. Я хочу забрать. Во, 59 штук прям получил. Теперь мы делаем нанотрубки эти. Есть. И вроде бы у нас все готово, чтобы построить эту штукенцию. Поставим два компьютера рядышком. Вот так вот. Что, давай посмотрим, что там в компике. Что там в компике? Ух ты ж, нифигасе. Что, кто-то прилетел, что ли, к нам? Что-то нифига никого не видно. А, холодно. Замерзаю. Пойду в дом погреюсь. Надо было комп в доме поставить. Реально. Что-то я тупанул. Но теперь нам бури. Ни почем, ни почем. Я могу вот так. О, нифигасе, какой он здоровен. Ничего себе, какие здоровые. Офигеть, ребята. Ребята, вы кто такие? Вы что такие борзые? Какие вы огромные. Особенно вот эта штука. Я таких ранее вообще не видел. Либо вы просто слишком близко ко мне подлетели. Так, ладно, я пошел лучше в домике погреть. Слушай, а если я буду вдалеке от дома, Интересно, пещера меня спасет? Давай мы пробурим пещеру сейчас с тобой. Оп-оп-оп-оп-оп. И в нее спустимся. Ну-ка. Да, под землей намного теплее. И буря нам не страшна. Так что, если что, просто копай ямы. И все. Мне показалось, как будто там кто-то стрелял. Или это то, что в пещере мой бластер так стреляет, эхо раздается? Нет, тут вроде все нормально. Дом стоит. Я думал, прилетели звездолеты и расторабанили мой дом. Но вроде все пучком. Что, буду строить туннели. Давай посмотрим, есть тут рядышком с нами что-нибудь такое подземное, до чего можно добраться. Не, походу нифига нету. Походу нифига. Ладно. Тогда я просто побурю вниз. Силикатный порошок я получаю, когда бурю. Но мне как бы нафиг не нужен этот силикатный порошок. Только место занимает в инвентаре. Буря заканчивается. О, отлично. Это радует, что она заканчивается. Но я так понял, она еще не закончилась, да? Хотя... Я как суслик из пещеры просто вылез, посмотрю, что происходит тут. Ладно. Пойду до компада. Завершен важный этап путешествия. Что случилось? Путник. 20 тысяч шагов я прошел. Могу, могу. 20 тысяч шагов по этой планете. Так, дайте мне в компьютер заглянуть-то. Что мне нужно сделать? Потратьте излеченные данные в модуле строительных исследований. Какие излеченные данные? Которые я вообще в принципе нашел? Минутку. Блок анализатора активен. Рекомендация системы диагностики. Добавьте излеченные данные из записанных технологий. Установите и используйте анализирующий визор. Давай изучим технологию. Ух ты! Модуль телепортации между базами. Интересно, это будет работать, если я поставлю телепорт на другой планете? Возможно, будет. Так, давай следуем. Вы изучили новый строительный элемент. Личное устройство телепортации, позволяющее пользователю быстро перемещаться между построенными базами, а также терминалами космических станций, которые подключены к сети. О, это то, что нужно. Это круто. То есть мы можем еще и между планетами телепортироваться и станциями еще. Это здорово. Что еще у тебя есть, братишка, братью Нелла? Расскажи. Кроме телепортации. Например, вот строение. Давай строение посмотрим. А, вот, вот, вот. Бревенчатые строения. И есть еще каменные строения. В каменные веки не хочу возвращаться. Строение из сплава. Вот это уже более-менее современная всякая штука. В общем, чтобы нам открыть какую-нибудь новую постройку, нам нужен углерод и излеченные данные. Это микрочипы такие, которые мы будем находить в ходе игры. Что ж, окей. Что, дальше у нас какая цель? Вашу базу можно переименовать. Воспользуйтесь компьютером базы, чтобы дать своей базе название. Да, вот здесь вот, смотри, колония Лемсле. Давай мы ее переименуем. Какая колония Лемсле? Колония Петровича. Вот это я понимаю. А, так надо еще написать колония. Прикол весь в том, что русскую грамматику тут не поддерживает игра. Хоть что-то тут напиши. Тогда просто Петрович. Вот и все. Теперь наша колония называется Петрович. Программа обитания. Создать металлобшивку для строителя модуля телепортации между базами. Ух ты, нифига себе. Мы сейчас будем телепорт делать? Ну здорово, здорово, здорово. Так, значит, нужна металлическая обшивка. Окей. Мы делаем... А сколько нужно? Четыре штуки. Ты представляешь, четыре штуки нужно. Создать еще. Создать еще. А, недостаточно компонентов. А что там нужно? Ферритовая пыль. Сейчас добудем, не проблема. Переключаем лазер. Включаем добычу материала вместо бурения. И добываем его. Внимание! За вами следит дрон. Где? Опа! Здоровенько! Давненько не виделись, дружочек. Че-че-че-че происходит? Короче, когда я добываю какой-то ресурс и рядом находится дрон. Это, короче, полицейский. Он не дает мне добывать ресурсы, когда он смотрит на меня. А когда он не смотрит, я могу добывать. Но если я сделаю вот так, а он не посмотрел, то мне ничего не будет. А если я... Буду добывать, когда он смотрит, он может меня штрафануть. Тут есть, короче, пять звезд, как в GTA. Если я наберу пять звезд, тут прилетит армада и меня просто расстреляет. Разбомбить. Так же, как и в GTA. Вот и все. Я не понимаю. Я вроде бы здесь купил территорию на этой планете, а меня все равно дроны прижимают. Щемят по полной. Че? Оружие разряжено? Эх, блин. Бластер, все. Батарейка, все. Чем зарядить? У меня даже углерода нет. Балдежно. Надо углерод найти. Углерод, углерод. Даже сканер мне показывает, что ты в какой-то жопе реальной. Нет, здесь углерод. А вот это что за материал? Не понял. Давай просканирую. Это что у нас тут? Диоксид. Нет, диоксид мне не нужен. Мне бы углеродига. Во, опасная флора. Ну-ка, 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 пойдем-ка мы сейчас ее распилим. А, в ней кислород. Ну, это такой... Кислород, ну, в принципе, тоже понадобится. Ну что, приплыли, как говорится, в полную жопу. У меня закончилась батарейка в расщепителе. А чтобы добыть углерод, нужен расщепитель. Потому что он добывается из дерева или из чего-то другого. А, как бы... Ну, есть еще другой крайний вариант добычи минералов и прочего-прочего. Это, конечно, колбасить их руками. Хе-хе-хе. Своими голыми руками. Чем я сейчас, собственно, и займусь. Буду искать что-нибудь, где есть углерод. Потому что по-другому сейчас никак. Ух ты! Смотри, полянку с натрием нашел. Как она светится-то ярко. И вот у меня сейчас дилемма. Вон полянка с натрием. А вот тут вот где-то растение я видел. Где же растение-то? Я его только что видел. Отвернулся и потерял. А, вот оно. Вот оно растение. Сейчас я буду его колбасить своими мощными ручищами. Да, углерод есть. Давай. Черт! Нет свободных ячеек в инвентаре костюма. Это что же за напасть-то такая? Че выкинем? Давай, короче, вот соль выкинем. Выбрасываем тебя. Она нам не нужна. Давай, добывайся же. Углерода дофига появилось. Все, можно ствол зарядить. Кстати, затри вот это растение. Что делать? Я сейчас мимо пробегу. Хопа! Если не успел, он тебя зашибет. Это про то, что я рассказывал в предыдущих видосиках о том, что тут растение очень коварное. Они тебя так и хотят сожрать. О, еще углерод. Ничего себе. Блин. Там точка. Здесь точку надо поставить. То не было углерода, то теперь его навалом. Это кто у меня там по квартирке ходит? Я не понял. Опять вездолеты прилетели. Какой-то букашечка здоровенный там шарится возле моих компиков. В кайсочку, что ли, рубал, пока я отходил. Ну, все. Углерода у меня теперь в достатке. Мы можем спокойно сделать нанотрубки. Чем мы сейчас и займемся. Нам нужны их две штуки. Вот, они есть. Теперь. Добыть огромную кучу натрия. Мы это сделали. И можно построить телепорт. Давай этим и займемся. Ух ты, какой он прикольный. Но его нужно еще энергией запитать. Просто так не прокатит. А в доме можно его поставить? Давай прям в доме его лупанем. Че бы и нет. Типа, как бы, вот так вот. Еее. Изучить биотопливный реактор. Нифига себе. Вот это запросы. Ну, как бы, это логично. Нам же нужно питать телепорт чем-то. Окей. Пойдем изучать, значит, биотопливный генератор. Вот он, биотопливный реактор. Генератор. Металлическая обшивка нужна для него. Есть металлическая пластинка. Изучаем. Ну да, изучил ты. 300, 500, 106, 106 раз. Написано, недостаточно модулей сбора. А где мне их достать? У меня модулей сбора недостаточно. Ребят, поддайте мне кто-нибудь. Ну че, поскольку у нас баз данных-то и нету больше, нужно искать, знаешь, всякие технологии. Чем мы сейчас и займемся. Из которых мы сможем вытащить эти базы данных. О, засыпанный технологический модуль. Вон там. И где-то вот здесь вот еще был. Дошел до этого зарытого спутника. Сейчас его откопаем. Надеюсь, что там будет то, что нам нужно. О, да, извлеченные данные. То, что нужно. То, что искали. Придется твои эти модули, компьютер. Блин, жалко я не хакер. Так бы его сейчас взломал, да и все. И все бы бесплатно было. Фрей. Значит, вот эта штука нам нужна, да? Биотопливный реактор. Окей. Все, изучили. Красава. О, тут теперь какие-то шнуры. Блин, да ладно. Еще и провода нужны. Ну, как бы это очевидно. Мы же в будущем. Я думал, все по Wi-Fi работает. По Bluetooth хотя бы. Да нет, провода еще никто не отменял. Как бы компьютеры без проводов, да? А вот все остальное с проводами. Ладно, черт с ними, с этими проводами. Давай уже попробуем построить этот биотополевный реактор. Благо у меня на него все хватает. А что, в дом же можно зато? Да, можно. Как бы биотопливный реактор можно и дома поставить, да? Просто. Ну, и все равно кровати у меня тут нету. Почему бы биотопливный реактор не поставить? Давай, пускай будет здесь. Хоть какая-то мебель, да, будет стоять. Вот. Печь пуста. А что мы туда можем заправить в эту печку? Углерод. Ну, давай мы чуть-чуть туда бросим. 50 углеродов. Ну, ладно, двадцатку давай. Состояние генератора работает. 19%. Хватит на 9 часов. 50 кило... Чего? Кэ-кэ, это что такое у нас? Не знаю. Теперь нужно провода подсоединить как-то сюда. А для того, чтобы изучить провода, нам опять нужен модуль данных. А еще, кстати, я знаешь что? Я все-таки собрал все ингредиенты для нашего плазмомета. Давай его смастерим сюда. Оп, оп. И теперь у нас есть плазмомет. Еееее, установлен плазмомет. Ну-ка, давай посмотрим, как он фигачит. Еее, тра-та-та-та-та-та-та. Ништяк, я теперь стрелять могу. Ну, чё? Я теперь буду отбиваться от всех нападающих на меня дронов. Чё? Исследуйте электропроводку. Угу. Исследовать электроводку можно бесплатно? Серьезно? Подождите-ка, дайте-ка я попробую. Бесплатно ее можно исследовать. Ха-ха. Хочу, что раньше об этом не сказали. Секундочку. Прикинь, реально бесплатно. Ну все, электропроводка. Проводка она будет называться. Теперь у нас есть. Сейчас я попробую ее сносить. А изготовить ее тоже бесплатно? Тоже бесплатно можно. Значит, все. Я вот запитал. Вот питание. Смотри, такой провод. Теперь тут синий провод проходит. Ну чё? Цель достигнута. Заправить биотопливный реактор. И исследуйте планету и развивайте базу. База как бы есть. Красавчик. Слышу, у меня там есть телепорт. Может я телепортнем куда-нибудь в другой региончик? Чё дальше? Журнал компьютера базы обновлен. Вернитесь к компьютеру базы. Подожди, я хочу куда-нибудь телепортнуться. Можно? Можно куда-нибудь телепортнуться? База Петрович, ваши базы, все базы, космические, группа. Ну понятно. Пока никуда. Я думал, может быть, знаешь, какие-нибудь есть региональные государственные телепорты, куда я могу телепортнуться как бы уже прямо сейчас. Ну, может там юнитов надо было бы заплатить. Ладно, пойдем к компьютеру. Открывается журнал передающего пользователя. Восстановлен дополнительный архив. И чё там? Воспроизведение записи номер такой-то. Сканер засек необычный сигнал. Без конца повторяет 16. С космической станции. Внимание. Конец архива. Запись прирона. В архивах компьютера базы не осталось записи. Похоже, больше я здесь ничего не узнаю. Судя по всему, мой предшественник покинул свою базу и отправился на космическую станцию. И чё, я буду искать этого предшественника, да? Сейчас мы отправимся на космическую станцию. Изучите, да, изучите космическую станцию. А она вон там. Подожди, это не Талик? Фигулина здорово, нет. Мы, кстати, на этой космической станции, по-моему, были. Я туда подлетал. Мы пристыковаться тогда могли к ней, но я не захотел. Что ж, ладненько, планетка, я к тебе вернусь. Мы полетели пока на космическую станцию. Посмотрим, чё там у нас. Взлетаем. Мне бы тут ещё взлётно-посадочную построить. И вообще было бы бомбезно. Поехали. Включаем ускорители. Есть. До прибытия 48 секунд. Я могу ускорить этот процесс, врубая турбу. Вот так вот. Вот мы и прилетели. Значит, пристыковаться нам теперь нужно к этой станции. Где тут стыковочный? А, так вот он. Я прямо в него лечу. Можно пошустрее как-то? Здравствуйте. Ю-ху. Чё у нас здесь? Найдите форму жизни, которую можно расспросить о таинственном сигнале. Окей. Интересно, кто же мне эти сигналы посылает? Может, я сам себе? Когда я ещё не потерял сознание. Ничего себе, тут реактор. Это же реактор. Так. Найти же жизнь какую-то. Где мы её будем искать вообще? Можно подняться туда. Можно подойти к компу. Наверное, это мы и сделаем. Ядро станции. Может, не надо? Система жизнеобеспечения стабильная. Коммерческое наблюдение включено. Управление траекторией полёта. Эффективность 84%. Канал связи с системой наблюдения Атласа Эрена функционирует. Я тут ничего не могу сделать. Просто почитал состояние ядра и всё. О, прилетел ещё кто-то. Нифига себе прикол. Нифига себе. И кто там? Кто там? Как он, интересно, появился. Привет! Привет! Здоровенько. Давай поболтаем. Брокер. Друг. А, ну понятно, конечно. Я же не совсем изучил язык этой местности. Помнишь, в прошлой серии мы узнали слово «друг»? И вот оно как бы переводится. Всё остальное я не знаю. Торговец указывает на грузовой отсек. Он явно рад моему появлению. Он, наверное, хочет торговать. Слушай. Легонько клюнув в кабину, он показывает, что готов расстаться со своим кораблём. А, ты мне корабль предлагаешь? Предложить поторгать. Давай подоргуемся. У меня там куча товара. У меня там есть какие-то статуэтки. Вот. Реликвия геков. Запросить. Плюс 3% я могу ещё накинуть на стоимость. Продать за 48 юнитов. Ну, давай попробуем. Продали. Навигационные данные оставим. Уран могу продать. Вортекс куб. Продать. Давай продадим. Почему бы нет? Продали. Фекалии продадим ему? Давай продадим. Чего я их буду таскать? Клубни тоже. Надо место освобождать вообще. Я же кучу всего понасобирал. Где эти клубни? Вот. Луковиная тыква. Или что там было? Снаряды мне пока не нужны. Можно было бы их тоже продать. Извеличённое стекло. Продадим. Золото. Может пригодится, оставим. Юниты. 103 тысячи. А это я тебе хочу сказать не хухры-мухры. Давай попробуем посмотреть на его звездолёт. Чего у тебя там по звездолёту? Рассказывай. У него Б-класс. И тут показывает нам показатели, что потенциал урона у него лучший. Прочность щита у него лучшая. А что по грузоподъёмности? Мне кстати предлагали купить какое-то торговое огромное судно. Чтобы в него можно было кучу всего пихать. Потому что у меня кораблик маленький и в него мало влезает. Но тут как бы по грузоподъёмности тоже не очень. Я хочу посмотреть свой корабль. У меня какая-то... О, ещё корабль приземлился. Смотри какой-то. Тоже поторговать можно? Сейчас я только свой корабль посмотрю. Что там у меня? Какой он категории-то вообще? С-класс. Ну да, у него потенциал вообще никакой. О-о-о, подожди, дружище. Я хотел к тебе подойти. И он улетел. И вот этот тоже корабль улетел. И всё, я тут один остался. Ну ладно, пойдём тогда. Завершён важный этап путешествия. Бродяга. 25 тысяч шагов. О, нифига себе, здесь народу-то оказывается дофига. Привет. Здрасте. Ну я, наверное, со всеми этими чуваками не смогу пообщаться нормально. Ну давай попробуем. Торговый представитель. Друг. Гек. Отличное общение у нас. Инопланетянин вскрикивает при моём приближении. Похоже, он рад меня видеть. Но я не могу разобрать ни слова из его болтовни. Возможно, он сможет узнать сигнал, который упоминается в компьютере базы. Спросить о 16. По лицу существа пробегает удивление. И оно выпускает странно пахнущий газ. Похоже, на этом наш разговор окончен. Ясно. Пойду попробую поболтать вот с этим чуваком. Он похож на другую расу. Может быть, я знаю его язык. Бригадир. Воу, вообще ни одного слова я не разбираю у него. То есть, у него совсем другой язык. Существо раздувается при моём приближении и достигает внушительных размеров. Возможно, он узнает сигнал, который упоминается в компьютерных базах. Спросить про 16. Звуки кода заставляют существо съёжиться. По его лицу пробегает грима со страха. Но спустя мгновение страх проходит. Оно странно на меня смотрит, но больше ничего не говорит. Хм. Так, кому ещё... О, подожди, вот у тебя скафандр. А, это робот, что ли? Так, ты не человек ли, случайно? Нет, это не человек. Это тоже какой-то инопланетянин. Блин. Металлическое существо начинает тараторить, выстреливая слова на неведомом мне языке. Моргая, я каждый раз вижу перед глазами тот же алый свет, что слепил меня у аварийного маяка. Повторить сигнал. Мы наблюдаем за тобой, странник, друг. Найди то, что мы тебе оставили. Опа. Инопланетянин говорит, но это чужие слова. Цепочка кода эхом возвращается ко мне вместе с красным взглядом и сохраняется в моём экзокостюме. Ну спасибо тебе, братан, ты мне помог расшифровать. Отливающийся багрянцем свет затухает и существо смотрит на меня сквозь визор. Что бы сейчас не произошло, оно этого не заметило. Мне лучше уйти. Возможно, компьютер моей базы сможет разобрать этот код. Короче, чё-то этот друган не очень. Космическая станция. В каждой системе есть космическая станция, играющая роль её главного порта. Ясно. Ну ладно, я тогда отсюда пойду. Единственное, я хочу ещё подойти вот сюда. Посмотреть, что вот это такое. Аванпост. Терминал галактической торговли. Ага, здесь я тоже могу покупать, продавать. Проводной станок. А за войска я печатная плата. Обычная плата. Ничего интересного. Я видел солнечные батареи, кстати. Смотри, вот. Солнечный отражатель называется здесь. Диспетчер заданий. Можно задание какое-нибудь взять. У тебя что? Представитель рок... Хотел прочитать рок-стар. Ты посмотри на его выпученные глаза. Нет, я не хочу. О! Что, у меня телепорт тут работает, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ваши базы. Давай посмотрим, как телепорт работает. Переместиться на базу Петрович. Блин, я думал, он войдёт прямо в этот телепорт. Где-то я уже это видел. Все телепорты одинаковые. Все они так же телепортируют, как и этот. Где же я такой телепорт-то видел, блин? Что-то прямо знакомо. Е-е-е, я дома. А звездолёт мой остался там, наверху. Вот этот поворот. Но! Я, кстати, не зря сюда телепортнулся. Мы сейчас попробуем в компьютер этот сигнал ещё раз с кодом загрузить. И посмотрим, что он нам расскажет. Работа с архивом завершена. Хотите выбрать новую задачу? Начать расшифровку. Дешифровка. 16. 16. 16. Текст сообщения. Странник находит свои крылья. Лети к нам и займи своё место среди звёзд. Что это может значить? Что за загадки? Обнаружены признаки жизни. Сигнал получен. Добраться до полученных координат. То есть мы... Подожди... Ну, мы понятно, что мы... О, корабль мой уже здесь. Это ты как тут? Автопилотом, что ли, приземлился? Ну, ладно. Лучезарный ВС-1. Да, это мой корабль. А-а-а. То есть на этой же планете? Нифига себе. Ладно, полетели. Сигнал на этой же планете. Ну и хорошо. Чего? Взлётный ускоритель недостаточно топлива? У меня там есть топливо. Есть, есть, есть. Так, минуточку. Тих-тих-тих. Куда же я топливо-то положил? В грузовой отсек, что ли? Да. Точно, в грузовой отсек. Всё. Заряжаем звездомёт. Ураном давай зарядим. У нас же уран есть. Взлетаем. Ну же. Ну, полетели теперь, посмотрим, куда нас приведёт этот маячок. Лететь нам далеко. Ой, тихо, чуть не разбился нафиг. Опасно. Из меня лётчик ещё такой о себе. 19-18 секунд. Можно включить ускорители. Крутые ускорители. Я туда за секунду долечу. Но не буду тратить топливо. На гиперпрыжок тоже тратится там какая-то энергия. Кажется... Кажется, вот тут уже можно избавить скорость. Ох, нифига себе! Ничего, достигнуто места выполнения задания. Давай-ка мы приземлимся вот здесь. Это какое-то огромное торговое судно. Которое... Походу, кончилось. Ну, в смысле. Его путешествие окончилось здесь. Мне бы, конечно, не... Переключи пушку, блин. Надо добыть. Углерод, потому что он всегда нам нужен. И посмотрим сейчас, что в сундучке. Так. В сундуке, конечно же, металл. Мы его выкидываем. Ну, ржавчина, в смысле, не металл. И что мы получили? Сжатый углерод. Ну, и хорошо. Так. Получен закодированный сигнал. Активируйте разведку целей в анализирующем визоре. Давай попробуем. Куда нам идти? Вниз, наверное, спуститься, да? Ну да. Я еще по кораблю хочу походить, конечно же. О! Вот эту штуку заберем. Она очень дорого стоит. Хотя нет, не очень дорого. Я тебе хочу сказать. Опасная флора. Смотри, что она творит. Но в ней есть натрий, поэтому я сейчас ее бомбанул. Вот и чудно. Вот и чудно. А это что такое у нас? Какая-то какаха огроменная. Значит, что я вижу? Я вижу, что тут у нас есть передатчик какой-то. Вроде бы как к нему я должен был прийти. Или это не передатчик вовсе? Я надеюсь, на меня здесь никто не нападет, не выбежит с бластерами. И не начнет меня стрелять. Сейчас. Или это только начало? Опять реликвия геков. Надо, короче, полетать по этой планете и поискать столпы. Сохранить и нанести на карту знак. О, давай, сохранимся. Короче, надо поискать эти камни знаний и изучить язык геков. Вот что еще. Навигационные данные получены. Вот что я тебе хочу сказать. Включаем визор. Куда нам идти? Туда? Вроде как туда, да. 270 единиц. Или по-другому 270 шагов в глубину. Отлично. В пещере тепло. Поэтому уровень температуры стабилизировался. И нам теперь здесь нечего опасаться холма. Куда я иду? Я, в принципе, могу. Так, понятно. Нам-то нужно вон туда. А, нет. Вот сюда куда-то. Подтверждение сигнала. Обнаружена цель закодированного сигнала. Вон она, она вон там. Блин, выбираться оттуда? Да, что я сейчас вот так вот сделаю, да и все. И выберемся. У меня же теперь есть бур. Крутой. Что я тут? Буду мелочиться, искать выход. Я его сделаю. Что-то как-то я слишком глубоко. О, выбрался. Прямо походу к этому грузовому кораблю. Ага, точно. Так, переключу на бластер. Ммм, тут даже еще светодиотики это горят. Вон, то есть батарейки работают. Интересно, тут есть груз какой-нибудь? О, вон, есть. Что-то есть. Прикол есть в том, что я отсюда не могу выйти, прикинь. Во, вышел, наконец-то. Наконец-то вышел. Ну, по-моему, внутрь этого разбитого корабля мы зайти не сможем. Но попробуем. Так, вызвать звездолет. Нет, пока я свой звездолет... Хотя, почему бы и нет? Давай вызовем. Вроде как бесплатно. Такси! Прибыло. Отлично. Как мне это нравится, когда я могу вызывать звездолет и не надо бежать обратно. Ой, тут дрон какой-то валяется. Крылья аномалии. Давай посмотрим, что там. Журнал поврежден. Ну, кто бы сомневался. Доступны фрагменты. Сигнал привел меня к обломкам грузового судна. Повсюду разбросаны вырванные с мясом куски металла. Неужели сигнал был лишь коротким замыканием в цепях разбитого и давно покинутого корабля. Среди мусора я обнаружил бортовой журнал, он все еще работает и ожидает моей команды. Прочитать журнал. Вместо того, чтобы вывести на экран судовой журнал, терминал извергает странную последовательность цифр. После них меня ждет короткое сообщение. Аномалии нужны звезды. Расправь крылья. Опять расправь крылья, лети, блин. Че за фигня? К сообщению прикреплен чертеж гипердвигателя. Взять чертеж. Я забираю чертеж себе. Изображенный на нем гипердвигатель не подошел бы для огромного грузового корабля. Он рассчитан на массу стандартного звездолета. Кто-то поместил его сюда уже после крушения в надежде, что его найдут. Ммм, гипердвигатель. Еще лучше, чем у меня, по всей видимости. Рекомендация. Встановите гипердвигатель. И, короче, летите. О, что мне порекомендовали. Ммм, ну это же всего лишь чертеж. Ну давай посмотрим, что там для него нужно. Чертеж гипердвигателя. То есть мне по-любому углеродные нанотрубки нужны. Короче, микропроцессор нам нужен. У меня всего их три штуки. И хром-металл. Понятно. Как нам микропроцессоры сделать? Вот в чем вопрос. Из чего они делаются? Тут, кстати, написано, что добыть и компоненты купить микропроцессоры. Ну да, по заданию написано купить микропроцессоры на космической станции. Ок. Сейчас купим. Ладно, полетели, что. Снова в космос. Снова вверх. Заряжаем гипердвигатель. Который у нас имеется. И мы уже здесь. Сейчас, может быть, какие-нибудь другие корабли тут пристыкуются. Можно будет поторговаться. А? А, кстати, мне же говорили, что лучше бы отсюда свалить. Потому что робот там что-то как-то на нас криво-косо смотрел. Ему что-то там не понравилось. Давай выходи. Выходи. Давай посмотрим, что вот с этой стороны, кстати. Я же сюда не ходил. Здесь у нас пустота. А, мне вон туда, да? Ну тут, кстати, есть какие-то вон компьютеры. Подожди-ка, давай-ка подойдем сюда. Что за компрессор? Оснащение звездолета. А можем доапгрейдить его. Модификатор внешности. Ооо, давай-ка посмотрим, что я тут могу сделать. Могу стать геком. Хе-хе-хе-хе-хе. Но, скорее всего, от этого язык я их знать не буду. Все равно нужно изучать. Нифига себе. Ого. Ого-го. Короче, мы можем сменить внешность и стать каким-нибудь инопланетянином. А, погоди, смотри, тут написано, что мы как бы не человек, мы аномалия. Тут написано раса гек, тут вайкин, а мы аномалия. Че за фигня? Че за ерунда вообще? Сохранить изменения? Нет, я просто... Я останусь тем, кем я есть. Кем я являюсь. А тут что? Улучшить костюм. Вот это мне, конечно, не помешало. А, он говорит, купи ячейку инвентаря за 5 юнитов. Давай, конечно, купим. Почему бы нет? Мне ячейки всегда нужны. А здесь у нас чего? Продавец технологий. Нет. Все, короче. Потом. Потом со всем этим разберемся. Пойдем в задание. Я один побегаю, поиграю, все улучшу. Нифига себе кораблей налетело. Нифига себе. Этот корабль мы смотрели, а в этот корабль уже сел пилот. А нет, вот он вокруг ходит. Но он какой-то маленький, вообще капец. Привет. Друган, привет. Предложить поторговать, купить звездолет. Давай посмотрим, что у него по звездолету. Я, кстати, его еще могу завербовать. Вот в общем прикол. 64, но он в любом случае покруче, чем у меня. Чё, по грузу? Технологии есть. О, по грузу подъемности у него получше. Получше место. Ага. Ну блин, мне внешний корабль этот не очень нравится. Какая-то форма у него странная. Так, этот корабль улетел. Тот тоже уже... А нет, тот еще стоит. Буду ждать, когда прилетит нормальный корабль. Типа, знаешь, торговый. О котором мне говорили в комментариях. Чтобы в нем можно было много-много всего затолкать. Кстати, смотри, тут уже тоже никого нет. Видимо, улетел тот робот, который он наскосо смотрел. Ну и хорошо. Ну и хорошо. А ванпост GBG2. Мне нужны микросхемы. У тебя здесь есть... Да, есть микросхема. Мне нужно две штучки. Все остальное у меня есть. Я тебе хочу сказать. 38 юнитов за две микросхемы. Это как бы не хухры-мухры. А, есть металл. Натрий, кислород. Мне бы металл еще купить у тебя. Хромированный. Или как он там называется-то? Мне он тоже нужен. Но его здесь нету. Нету. Хорошо. Металл тогда мы сделаем у себя дома. Пойдем телепортнемся. Домой. И там сделаем. Ваши базы. Ммм. А дом это ночь. Ночь, гляди-ка. Заходим в очиститель. У меня тут уже все подготовлено. Ммм, да. Хроматического металла у нас все равно маловато. Придется идти добывать. Руду медную. Вот они. Вот они и залежи меди. Наконец-то и до них допер. Но прежде чем мы их будем добывать, я хочу еще добыть тайник. Он где-то там, внизу. Переключаемся в бур. Добыть, чем мне бур нужен. Это-то не то. Вот так. Вот он, тайничок. Что там в тебе? Что? Побрежденный дульный срез. Ого. Интересно, его можно починить? Так. А руда, она где-то здесь, да? Тут же ее видел. Она выше где-то. Надо повыше подняться. Где-то здесь. Возможно, вот. Вот, кстати, медь. По-моему, это от нее. Ну-ка. Да, точно, это медь. Это горка. Это медь. Вот это дела, конечно. Чтобы зарядить ландшафтный манипулятор, нужен не углерод, как с расщепителем, а намагниченный феррит, например. Или силикатный порошок. Ну, кстати, силикатный порошок, он добывается из земли, которую я только что выкинул, чтобы он мне в инвентаре не мешался. Что ж, ладно. Сейчас мы его еще... Вот, медь, медь, медь. Где-то вот сюда, вот сюда надо копать. Я тут, короче, уже такую дырень раскопал, и тут меди очень мало. Прям капец как мало. Так, вот медь я вижу. Я вижу. Вот она, где спряталась скотинка. Что, сколько меди я уже собрал? 160, но этого еще маловато, конечно же. Ммм, да, знатенька я так горочку эту расковырял. Я пока бежал, бежал, мне скучно стало, и гляжу, что это за вооружение у меня есть в моем манипуляторе ландшафтном. Нажимаю, короче, вижу. Я могу создавать горы, камень, базу, пещеры, под водой. Короче, давай попробуем, например, взять камень. Вот базу, базу возьмем, базовую. И попробуем здесь что-нибудь нарисовать. Опа, некий. Вот тебе и арочка. Можно тут даже слово написать. Петр. Вот так вот. Вот типа, вот типа. А что, все у меня кончилось, что ли, что-то, или что? Оружие разряжено. А, батарейки сели. Ну, извини, Петр. Хотел написать имя. Петрович. Ну, в честь Петра. Но не вышло, батарейки сели. Эй, ладно, бежим дальше. Теперь будут они, вот эти вот гагулины, стоять здесь и замерзать. Наконец-то я набрал этого хроматического металла столько, сколько нужно. Теперь мы можем апгрейдить наш звездолёт. Ты готов, мой боевой кон? Так, единственное, технологии установить. Ну, всё. Гипердвигатель готов. И теперь мы можем отправиться в очень дальнее путешествие. Цель достигнута. Ну, здорово. Гипердвигатель установлен. Вернитесь к кораблю. Да я возле него как бы хожу. Ну, а куда мы отправимся сейчас, ты узнаешь в следующей серии. Поэтому, чтобы не пропустить, не забудь поставить лайк под этим видео. Подписаться, если ты ещё не подписан. Перейти по ссылочке в описании на Яндекс.Дзен. Подписаться ещё и там, потому что ролики дублируются и туда. Тоже там лайкосики поставь. Комментики напиши. Ну, и, в принципе, хорошего тебе денька. А мы с тобой увидимся в следующих роликах. Так что, до встречи.